МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Макроэкономическая стабильность, рекордно низкая инфляция, устойчивая финансовая система, сбалансированный бюджет, который по итогам года может стать профицитным. Россия выходит из кризиса, но впереди еще немало работы, подчеркнул на пленарном заседании председатель правительства Дмитрий Медведев. Нам предстоит развить все эти положительные тенденции. Мы знаем, на чем сконцентрировать усилия. Прежде всего, на создании стабильных и предсказуемых правил игры для бизнеса, на росте инвестиций, на дальнейшем улучшении бизнес-климата. РИФ-2018. Это 6 тысяч человек из России и 63 стран мира, 55 деловых мероприятий, свыше 500 спикеров и модераторов, более полутысячи соглашений и протоколов о намерениях. В этом году форум проходил под девизом «Формируя образ будущего». Каким оно должно быть, на выставочных площадках продемонстрировали 52 субъекта. Инвестиционные возможности нашего региона – это 100 проектов на 650 миллиардов рублей. Особое внимание мы уделили программам, которые уже реализуются. Среди них строительство двух энергоблоков нового поколения на Курской АЭС-2 и дробильно-конвейерный комплекс Михайловского ГОКа. Большая работа в регионе ведется по импортозамещению, например, лекарственных препаратов. Особое внимание сельскому хозяйству. Компания «Мираторг» продолжает создание агропромышленного дивизиона. Строительство мясоперывающего комплекса начато. Строительство глубокой переработки мяса на 6 миллиардов ведется сейчас еще в одном районе. Заселение будет проекта по овцам уникального для России. 17 тысяч дорперов мы поставим в начале марта. Для нас сейчас Курская область будет одним из основных регионов приложения новых инвестиций. Соответственно, будет создано около 10 тысяч новых рабочих мест. Есть в регионе и уникальные производства. Например, с 2015 года в Курске ведется строительство завода радиоэлектронных и микроэлектромеханических компонентов изделий и аппаратуры. Впервые в рамках инвестиционного форума состоялся День молодежного предпринимательства. Формат открытого диалога государства и бизнеса позволил решить актуальные вопросы. Очень интересная модель была построена в занятии, когда посадили инвесторов, посадили предпринимателей, и все начали друг с другом общаться. Это первое, что создается в принципе в целом в государстве. Значит, второе. Государство максимально эффективно пытается убрать все препоны. Я сам начинал с поддержки по проекту «Овечья ферма» 300 тысяч в Комитете развития малого и среднего предпринимательства. Я нашел нескольких людей, которые в моей сфере находятся, несколько предпринимателей, на которых я равняюсь в данной сфере. Как минимум контакты в бизнесе, как максимум контакты инвесторов. За 2017 год 50 малых предприятий перешли из категории малых и средних в другую категорию крупного бизнеса. На уровне 2013 года в валовом региональном продукте малый и средний бизнес занимал 13%. За прошлый год уже 27%. По линии Министерства экономического развития ежегодно проводят в Министерстве конкурс на предоставление субсидий по разным формам и направлениям для поддержки бизнесмена. Вот за пять лет около 600 миллионов рублей. Это и федеральный, и областной бюджет направлено на поддержку малого и среднего бизнеса. Меры государственной поддержки, промышленный потенциал, инновации, сельское хозяйство, здравоохранение, социальная сфера. На российском инвестиционном форуме Курская область показала, как живет регион. Наши успехи – пример для подражания. Это подтвердил интерес федеральных СМИ к самой экспозиции и первым лицам. Достижениями Соловиного края губернатор Александр Михайлов и его заместители поделились с журналистами НТВ, информационного агентства «Итертаз» российской газеты. Кроме того, все та же российская газета специально к форуму выпустила федеральный вкладыш инвестиций, в который Курская область вошла как один из регионов страны с большими возможностями. Есть о чем рассказать, чем поделиться. Есть платформа для успешного сотрудничества с другими субъектами федерации. И это сотрудничество на площадке форума стало еще крепче. Проведенные встречи и переговоры позволили расширить границы межрегионального взаимодействия в торгово-экономической, научно-технической, социальной и культурной сферах. Например, с Красноярским краем завизировали двухлетний план совместных мероприятий. Очень впечатляет, как куряне смогли поставить дело по привлечению инвестиций в традиционные отрасли хозяйствования, очень близкое мне село. Когда речь идет о очень масштабных проектах, адресованных не только, соответственно, областным потребителям, не только российским, а работающим на экспорт. Впечатляет прежде всего то, как привлекаются инвестиции. Это и специальные льготные режимы налогообложения, это создание инфраструктуры и многое другое. Есть почва для обмена опытом в сфере агропромышленного производства с Тамбовской областью. Теперь общение будет проходить в рамках соглашения. Конечно, тамбовчане радуются своим собственным результатам в сфере агропромышленного производства, но искренне, по-соседски завидуют тем высоким рекордным показателям развития и сельского хозяйства, и перерабатывающей сферы курской области. Я, прежде всего, считаю, что именно эта отрасль может нас еще больше сблизить, и мы здесь можем найти точки соприкосновения. Нашли общие интересы мы с солнечным Сочи. Теперь расстояние почти в тысячу километров – это путь к военно-патриотическому воспитанию, туризму и оздоровлению. Мы очень будем благодарны, если мы сможем по программе «Открытый юг» или «Оздоровление трудящихся» приглашать с октября по май месяц исключительно в наши санатории работников за счет работодателей. Мы ежегодно по два-три соглашения добавляем. Для нас, для региона, это непросто. Мы всегда хотим, чтобы соглашения подписаны, они были работающими, они лежали на полке. Вот об этом сегодня со всеми коллегами я всегда веду разговор. И подписываем их только тогда, когда есть, во-первых, взаимный интерес, и когда есть, ну, как бы сказать, наглядное стремление к взаимодействию. Новых партнеров глава региона пригласил принять участие в Среднерусском экономическом форуме и Коринской ярмарке. Немаловажным критерием развития страны и региона в частности является качество жизни населения. Специально к инвестиционному форуму агентство «Реарейтинг» медиагруппы «Россия сегодня» подготовило список наиболее благоприятных и комфортных территорий. При анализе учитывали 72 показателя – от уровня доходов до развития транспортной инфраструктуры. Курская область в этом рейтинге на 15-й позиции. А значит, в нашем регионе не только хорошо работать, но и очень приятно жить. Инвестиции в регионы и инвестиции в будущее – именно к такой работе призвал премьер Дмитрий Медведев. Наша региональная политика направлена на то, чтобы люди хотели жить именно на своей земле, чтобы они не уезжали в поисках лучшей жизни. Основной признак сильной экономики – это действительно социальное благополучие людей. Все вместе мы с вами работаем, чтобы наша страна развивалась, чтобы она двигалась вперед, чтобы успехи регионов были ощутимы не только внутри самой территории, но и во всей стране, а может быть даже и в международных масштабах. Вот такую Россию мы с вами строим, и нет сомнений, что мы добьемся этого результата. Масштабно, насыщенно, напряженно, но очень плодотворно – таким был инвестиционный форум 2018. Курская область заявила о себе громко, а самое главное – на всю страну еще раз показала, что готова работать на благо российской экономики, а значит, каждого из нас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова